Думаешь, теперь все будут думать, что это римово? Да, 100%. Расскажи, куда мы идем. Мы идем в Тантоне есть. Ты идешь в Тантоне есть? Я иду в Тантоне есть. И нам идти туда сколько? 24 минут. И еще обратно 24 минут. Итого 50. За Тантоне. А может он не вкусный будет? Во-первых, она меня заставила есть. Глаза, глаза. Мы немного в опасном районе. У меня тут немножко все сжимается, честно говоря. Мы прошли 25 минут, и я ни разу не услышала английскую речь. Момент истины. Все жирное. Не бакинский? Не бакинский. Но нормально. Пока. Господи, слава богу. А ты пошел за второй порцией Тантоне. Значит, понравилось. Что за бомба? Ушел. Покажи, покажи. Что за лев этот тигар? Сегодня второй день, как я в Лондоне. Я опять пойду по музеям, по магазинам. Все как обычно. Поэтому я как-то вчера так особо ничего не снимала. Сегодня постараюсь что-то снять. Челка, зло. Я уже жалею. Я теперь вообще никуда не ухожу без этого пластыря, если я надеваю свои белые кроссовки. Потому что в прошлый раз я ходила без него, и я просто стерла свои пятки в кровь буквально. По плану у меня музей Всесосознания сегодня. Там я еще не была. Я решила, что я не буду повторять свои походы по другим музеям. Пока что я не пройду какие-то новые места. Вот. Да, наверное, я сейчас поеду туда. Возможно, я не буду даже завтракать. Мне хочется поскорее туда попасть. Мне надо ехать на метро. Здесь забастовки метро. Но, кажется, именно эта ветка работает. Насколько я знаю, мы утром посмотрели новости. И вроде бы как все должно обойтись. Но непонятно. Еще на улице какой-то мерзкий дождь, но он будет до 11. Поэтому, думаю, тоже все обойдется. Потом у меня по плану несколько магазинов, в которые я хотела зайти. Я хотела, наконец-то, выбрать себе цвет тоналки от Estée Lauder для жирной кожи. Ну и вроде бы все. То есть таких особых планов нет. Просто хочется в музей. Хочется чуть погулять. Ваша погода не подвела. Я уже не знаю, что делать с волосами, что делать с щелкой. Так вышло, что я не пожалела о ней сразу. На следующее же утро, как я думала, я пожалела уже в Барселоне о ней. Потому что это дико неудобно. Вот сейчас я всячески пытаюсь научиться ее укладывать. Благо дело, она уже... Ау. Благо дело, она уже выросла достаточно. И с ней можно что-то сделать. Сейчас выйду, там влажно. И она закрутится еще больше. Короче, просто жду, когда она вырастет у меня хотя бы до... До челюсти. А дальше посмотрим, что с ней делать. Я не могу перестать носить эту рубашку. Я не знаю, что мне делать. Я просто не могу перестать ее носить. Я взяла ее в Барселоне. И с того времени я ее не надевала. Разве что, когда я... В дни, когда я сижу дома. Остальное все это время я просто ношу только ее. И вы ее видели в предыдущих влогах. Я еще не успела выйти, а мои волосы уже скрутились от влаги. Мне страшно от того, что происходит на улице. Вода мне точно понадобится. Вроде бы не льет, я не знаю. У меня тут маленькая гордость. Я разобралась в Вондонском метро. Володя. 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Hолодный Но ножками как будто бы не чувствуется, что это газончик. Ты фотончик? Дай мне свою ногу. Я показываю мой. Ты мой? Угу. Макл. Ты что-то не потерялась? Сейчас. Время 2 часа. Я не обедала. Давайте что-то приготовим. Я нашла в тиктоке рецепт какого-то сэндвича с яйцом, чили и медом. И я хочу попробовать это сделать. Нам нужен мед. У меня лавандовый. Потом нам нужны чили флейкс. Это сушеные зерна чили. Серый хлебушек. Обычно я покупаю большой, просто разрезаю его и замораживаю, и потом могу погреть как тост. Что мы делаем? Мы добавляем мед в маленькую емкость. Чили флейкс. И разогреваем микроволновки. Забыла, что мне еще нужен авокадо. Хочу ли я его? Но если в ледяце есть, то ладно. Собираем. Яичко. Фокус. Фокус. Не фокусируется. Ладно, пробуем. Это не вкусно. Хотя. Просто второй раз я это точно не буду готовить. Чего-то не хватает. И при этом что-то лишнее. Но мне остро. А такое остро не очень. Мне кажется, я поняла, что сюда нужно что-то соленое. Возможно, салмон. Но последний кусок салмона я съела сегодня утром. Возможно, надо будет попробовать в следующий раз просто добавив полосоленый салмон. Я не уверена. И никакие филеры для губ не нужны. Кстати, я подстриглась впервые за два с половиной года в УК. Я все-таки решилась пробовать местный бьюти-сервис. И... Ну, такое, как бы... Она, в принципе, поняла меня, но сделала все равно по-своему. И она стригла мне челку, которая уже начала отрастать. Ну, ладно. То есть было поздно в момент что-то говорить. Я думала, она просто подровняет. А она прям не укоротила достаточно так. Пойдется ждать снова, когда она вырастет. Так, в принципе. Для моей обычной, простой домашней жизни это прям нормально. Поэтому сильно не жалуюсь. Продолжение следует...